Нет, мы это помним, просто мне казалось, что когда ты уезжаешь в Америку, ты изменил сам себе. Нет, вот когда я поехал в Америку, это был следующий этап моей личной войны и моего вот этого агрессивного отношения к окружающим. То, что человек ведь может любого убить другого. У каждого из нас заложен... Агрессия была у тебя тогда, да, сильная такая. И когда ты её начал выводить, она, единственное, чем ты можешь эту агрессию, ну, чтобы не превращаться в собаку, ты должен повышать некое такое есть... Градус творчества. Градус цинизма. То есть, что такое агрессия? Агрессия – это отсутствие, я имею в виду, эмоционально агрессивный человек. Почему он так эмоционален? Потому что он мало циничен. То есть, чем ты более агрессивен, тем тебе нужно повышать градус цинизма. То есть, такого, чтобы ты был не агрессивен, а спокоен. То есть, чтобы ты улыбался, когда ты делаешь что-то нехорошее, правильно? Ну, нехорошее с точки зрения христианской, буддийской, какого угодно. То есть, делая что-то разрушительное, то, что ты точно знаешь, не позитивное, да, тебе нужен градус цинизма повышать. Так вот, когда ты его доводишь до предела, вот как я на машине еду, у меня там предел 230, да? Я могу на 200 идти, ну, в Германию. Да. На 200. Но если я доведу спидометр, перескочу через красную, скорее всего, даже при том, что эта машина, ну, как раз баварский автопром, вот, я, скорее всего, вылечу и взорвусь. Вот. Смысл. А не кажется, что вот эта вся американская жизнь оказалась неким крахом иллюзий? Нет, абсолютно, в том-то и дело. Я тебе расскажу про Америку, Америка, ее центр и суть Америки – это консерватизм протестантский. Что такое протестантский и еврейский консерватизм? Никто здесь, даже близко себе не представляет, что такое работать по 16 часов, заниматься благотворительностью, есть здоровую пищу и ничего не знать о том, что тебя не касается. Ты так работал, как художник. Я стал работать, я стал работать, то есть тут, тут, так работать, как работают в Америке люди. Художниками в том числе. Да, близко нет. То есть здесь нету ни одного, посмотри, Артем, мы знаем об Америке, я могу лекции читать, даже это держит не в лекции. В Америке есть суперконсервативные структуры. Значит, у суперконсерватора вот это либеральное безделье, намазюкал, плюнул, пососал, выплюнул, это для них мерзость. То есть только единственное, что на внешних территориях Америка распространяет всякие фокусы, приколы, да, которые приводят в массе каких-то вещей печальных. Я помню твое выражение, я сел на контракт, ты же работал по контракту. Не, 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 никогда не было контракта, не было эксклюзивов, у меня был внутренний контракт, что я должен, уж если я залез вот в эту дыру, да, но я имею в виду не в дыру, сам себя поместил вот в этот поезд, то уже после этого обратно дороги нет, мог уехать оттуда в 93-м. Я помню, ты хотел, я помню это выражение, ты говорил, что я хочу попробовать себя на контракте. Значит, не было контракта, это был только внутренний контракт, да? Внутренний контракт, да, потому что никто там, то, что мне на Ханкин предложил, я поржал, я никогда с ними уже просто продавал ему работу. Он говорит, вот эксклюзив, как с Леней. У Лени это закончилось у Пурыгина, большой трагедией, да. Его не стало, он честный, да, он не стал, конечно. В отличие от меня, циника, Леня воспринял это как, он сказал, Сашок, там через, ну, некоторое время, когда мы там вместе были, не зная английском, ничего, он сказал, Сашок, я, говорит, чувствую, я стану миллионером. И ты тоже, говорит, ну, говорит, немножко попозже и полмиллиона будешь в год зарабатывать, долларов, да? То есть он был, он был достаточно наивный человек, наивный, он верил в то, что деньги, они приходят от его вот этого языческого бога, которого он Пипой называл, ну, неважно, откуда это. И результат был известный, как он возненавидел Америку, возненавидел евреев, уехал обратно, здесь сбился и погиб. И это все, это был мой близкий товарищ, я прекрасно, то есть это отдельная страница жизни. Ну, да, да, конечно, я помню. Сейчас мы живем в Берлине с... Санечкой, да. Да, с Аней, и там рядом живет дочка Пурыгиной, у него растет внук, а его удочерили немцы прекрасные, православный, вот умер отец семейства, да, известный журналист Кухинке. И Катя, его жена, мы с ней общаемся, то есть девочка выросла там, она, ее удочерили, когда погибли и Леня, и вслед за этим погибла Галя. Вернее, Галя сначала погибла, вслед за этим Леня погибла в России. То есть они вернулись, они... Леня сказал, что я больше терпеть этого не могу. Америка. Да, потому что он был, надеялся на то, что есть американская мечта, а это деньги. Но все оказалось гораздо сложнее, что это совсем не деньги, это нечто другое. И Леня даже не успел в этом разобраться. А у меня, когда здесь началась эта вся, и мне там, и Лена Курлянцева, покойная, и не буду сейчас этими именами выстроен. Мы все знаем эти имена, конечно. Да, это когда телевидение, канал культуры делался, они говорят, Сажа, приезжай, мы, все, мы победили, мы, кто мы? То есть либеральные свободные силы, ты здесь, музей и так далее. Я тогда занимался курацией выставок, вывозил ЦК комсомола и так далее. То есть, понимаешь, это было мое время, то есть на Рублевке там 5 гектаров взять со своими ребятами из соответствующих мест. То есть, это делать, то делать, то есть, понимаешь, но я понимал, что я себя, уж если я нырнул вот в эту помойку и стал таджиком, да, ну, в смысле работяга. Ну, в обиде, конечно. То же или я выплыву, или нет, потому что другого выхода не было. Обратно дороги нет. Ну, ты выплыл. Я там выплыл, но к концу 90-х я выплыл так, что я понял, что вокруг меня будут не очень приятные товарищи и их окружение. И те голливудские звезды даже, у которых есть мои работы, это не Найс Гайс, понимаешь, это другие люди. То есть, они великие, там, богатые, и музейщики, с которыми приходилось общаться, и галерейщики, и дилеры, или кто, бог знает кто. Это все было результатом того, что я делал. Но я-то внутри, внутри, разный. А Америка для вновь приехавшего, она не оставляет свободы разного выражения. То есть, как говорится, с чего начал, то и делаешь. Конечно. Да, и тогда, и тогда получается, что вот с Вупи Голда, понимаешь, которая появилась позже, я, наверное, бы, мог бы общаться, как с мамой дочки, внучкой у нее. Она собирает американский реализм, у нее огромная коллекция. И она меня уже, там, в 2000-е годы, она приобрела работы, которые реалистически очень смешные. Но другие люди, которые в 90-е годы, я называю это имени для того, чтобы выпендриваться, а то, что это разные совершенно по духу люди. А какой-нибудь Николас Кейдж, он, то, что у него внутри, ну, не Найсон Гай. Понимаешь, это разные люди, добрые и нет, жесткие и нет, кто-то из них может быть богатым. Это в Америке ты можешь быть полупридурком, таким вот, и при этом быть миллиардером. Ты можешь таким быть, как этот, как его, Гейтс, который на благотворительность деньги отдает. Ты можешь таким быть, можешь выбор иметь, хочешь таким, хочешь таким, хочешь рисуй слоников и будешь мультимиллионером. Да, я видел одну тетку, она в Аризоне этих волков рисует. У нее поместья громадные, какие-то машины дорогущие, понимаешь, она вообще никого не знает. Она продает у нее принты, она волков делает просто блестяще. И держит еще волков там. Они у нее живут в вольерах, то есть она их кормит. Ты понимаешь, что уровень состояния у нее больше, чем у Никаса, нашего друга. Я имею в виду, там можно выбирать, но тот тракт, на котором я стоял, он шел по определенной линии. И у меня был большой кризис, и внутренний, и не потому, что у меня денег нет. Наоборот, на этом поле, на темном поле ты работаешь гораздо больше, чем на том. Но это твое личное выбор. Артем, ты знаешь здесь наших звезд. Ты знаешь звезд. Я имею в виду русских. Наших небольших, маленьких, пусть они смешные, какие угодно. Пусть это не Мураками, не Джефф Кунс, понимаешь? Я имею в виду по объемам инвестиций в них, да? Ты среди них много, Найс Гаев, и хороших, простых людей, таких верующих знаешь? Много? Честно. Но я не вхож просто в эти круги. Вхож ты, вхож. Ты понимаешь, о чем я говорю? Это не то, что нужно быть хорошим или добрым. Это разговор о том, что искусство не отделено от человека. Это не пистолет, который ты занял у товарища, пошел, денег настрелял, а потом его спрятал куда-то и пришел хорошим папочкой. Твой ребенок будет на Герыче. Твоя дочка станет этой. Ты все равно заплатишь. Ты будет этой. Никуда ты его не спрячешь. А искусство – это прямое. Вот ты сказал, тебе говорят, ох, как хорошо. Вот он, наш брат пришел, понимаешь? Да. Это в попсе, в натуральной попсе. Ты можешь как бы думать, что я для длохов спою песенку о кролике, понимаешь? Да. А дома, дома, я буду крутой такой, кокаинчик, туда-сюда. И ты все равно, твое вот это нутро, твое, что проходит, твое отношение к тем, с кем ты, вокруг кого-то. Я сейчас не мораль читаю, это понятная вещь. Нет, это все понятная, абсолютная вещь. Но на самом деле, вообще, даже мы не можем произносить имена и фамилии, потому что рискованно, рискованно. Мне? Нет, но я уже наговорил. И мне рискованно. Я уже наговорил еще в той циничной части про кого угодно и что угодно. Я считал так, что я имею право на все. И понятие риска для меня было такое, да что бы ни было, все отлично. Даже тюрьма, а все, что хочешь. У меня было такое отношение. Это приблизительно, как когда ты идешь с оружием грабить банк, какой-нибудь человек, он же понимает, что его завалить могут. Понимаешь? То есть, поймают в конце концов. И в конце концов поймают. То есть, преступник, профессионал, не чиновник, который там пилит, ворует и думает, что его масть другая, и поэтому он как бы, кингет, то есть, уйти в свободном, да? Это ошибочно. Это самоубийство такое. Да. Самоубийство. Глупость. Это глупость, потому что он все равно встал на трак преступника, значит, и закончит как преступник. Но мы же, как художники, знаем, что если мы выносим то, что мы чувствуем на людей, ну, людям, то дальше пойдет обратная волна. И вот эту волну ты должен понимать, что это не только деньги, хлопки, там, интервью и прочие радости. С ними пойдет еще кое-что. И вот на это кое-что ты должен точно знать, что оно будет. Мне хочется вот такое спросить, а мне почему-то казалось, или мы так воспринимали, что в Америку понятно, что ты поехал за деньгами, успехом. Не, не столько за деньгами, за успехом, сколько за тем, чтобы не сидеть здесь, как я здесь сидел, как чужое звено. То есть, и это плохо, и это здесь упыри. Ну, ты же управлял нами все-таки, согласись. Это была тема, это тема была. Артем, это была тема, на которой сейчас куча наших ровесников, а не называя имен, они в либеральном тренде, понимаешь, они дальше продолжают. Живя здесь, они продолжают на этой противоволне говорить, здесь быдло, здесь гопники, здесь говно, здесь идиоты. То есть, они продолжают, я, оказавшись в таком положении, довольно быстро сообразил, что мне нужно уезжать туда, где есть те люди, которых я такими не считаю, как бы, понимаешь. Оказалось, что мир един, что все абсолютно доброе, злое, духовное, черное, темное, плотское, все, оно везде распределено одинаково. И что политика, это маленькая часть, на самом деле все определяется этими вещами. И что ты, ты лично, духовно связан с каким-нибудь австралийцем, который похож на тебя один в один. И понимаешь, и ты с ним живешь в семье, в жизни, ты занимаешься им одним делом. И мне на то, чтобы это понять, мне надо было уехать не в Европу, а потом сюда, туда-сюда, из Кёльна или там Берлина бегать, как будто ты и тут, и не тут, понимаешь. А мне нужно было, вот по моей карме, по моей судьбе, мне нужно было вылететь нахрен, понимаешь. Америка. Да, у меня, в результате, у меня через, у меня не стало ни денег, ни власти, ни людей, ни учеников, ничего. То есть, понимаешь, в чем, потому что здесь ребята с меньшей энергией и потенциалами, я имею в виду вот на эти вещи, у них у всех, у моих друзей, которых я люблю, у них студии, мастерские, они член-коры, академики. А я оказался совершенно вот в этом свободном пространстве, я его хотел, я его получил. И деньги в Америке, это не главное, там другое главное. Но твои работы покупаются. То есть, на хлеб я зарабатываю, то есть, ну, в том смысле, что у меня периодически бывают ситуации, когда у меня даже не отчаяние, а ощущение такое, ну, допрыгался, все, сейчас вылетишь на улицу, семья улетит на Марс. То есть, и я в этом состоянии живу, у меня нету даже тех, кто бы меня слушал как педагога, да? Нет? Хорошо, но ведь ты был лидером, все тебя слушали. Я имею в виду вот... Не я был лидером, нет, нет, Артем. Я не был никогда лидером, я был просто человек, который считывает социальную вот эту вот фигню. Запрос мы называем. Условно, да. Социальный запрос, запрос времени. Когда в школе, там, где угодно, те говорят, вот есть задача, ее надо выполнить. И ты говоришь, как комсомолец, там, или, я не знаю, там, спортсмен, главный в американском колледже, да, главный хорошо учится, такой, он говорит, сейчас сделаем, ну-ка, ребята, пошли туда-сюда, баскетбольная площадочка, сейчас мы там сделаем. Это чисто социальная функция, понимаешь? А мне надо было оказаться в Америке, когда ты, у меня мастерская в Гарлеме была, на минуточку, я вокруг одни мексиканцы, черные, и я среди них меньше, чем они, понимаешь? Потому что я по-английски не говорю, как они, я ничего не знаю, и я вынужден, не понимая, отдавать свой труд за копейки для того, чтобы выжить, понимаешь? Ну, как таджик здесь, то есть я прошел через таджик. Как таджик там? Да, нет, я был как здешний таджик, при этом еще с комплексом того, что я же интеллектуал, я же европеец. Оказалось, что, во-первых, я не европейц, а азиат, я это понял довольно быстро. То есть, и вообще масса произошла очень полезных лично для меня, для такого человека, как я, полезных выводов, но за счет моего благосостояния и за счет... Мы пришли, да? Спасибо. Давай, заходим сюда, здесь тепло.